Что ж, когда своей нефти в недрах немного и черное золото добывается путем непростых переговоров, приходится искать замену традиционным источникам энергии. В Беларуси уже возводится АЭС, электричества будет много. Так почему бы не пересесть на электрокары? Для этого есть и дополнительный стимул. Беларусь заявила о льготах для владельцев электромобилей. Указ сегодня подписал президент. В документе объединили лучший мировой опыт. Кроме того, по мнению разработчиков, льготы привлекут внимание к этому виду транспорта, а широкое использование таких экологичных авто положительно отразится на частоте воздуха, за который так любят нашу страну туристы. Итак, что в документе, расскажет Олеся Высоцкая. Сколько стоит бюджетный электромобиль? Наверняка этот запрос в интернете сегодня станет самым популярным у беларусов. Указ создает стимулы. Осталось только подобрать авто по карману. На рынке поддержанных электрокаров мы нашли за 22 тысячи рублей. Птичка продана. Показатель спроса. Егор пересел на электромобиль всего месяц назад. Говорит, только теперь стал наслаждаться жизнью. Экономия на топливе – лишь один из плюсов. Купил машину электро, потому что бесплатная зарядка у нас в Беларуси. Это очень важно на сегодняшний день. Вечно топливо немножко подорожает. А с зарядками вопросов нет. Здесь живу рядом. В 2020-м на дорогах планеты миллионы электромобилей. В 2005-м для сравнения их было чуть более тысячи. Лидер Китай и по числу электрокаров, и по продажам. Интерес к электротранспорту на самом высоком уровне. И это уже не просто дань моде. За электромобилями будущее. И доводов привести можно много. От экологии и высоких цен на углеводороды до запуска собственной АЭС. Страны, такие как мы, экспортоориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. Но нам и Бог велел. Я уже дошел до того, что публично начал тестировать эти автомобили. Не для того, что мне хотелось показаться в автомобиле или показать вам новый автомобиль. Да нет, я просто подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться. Мы спросили на минских улицах у автомобилистов, что стало бы стимулом для них лично пересесть на электромобиль. Палитра запросов разнообразная. Я уже езжу на гибриде, и мне очень нравится. И я считаю, что бензин это уже такой атавизм со временем. Если условно они не сильно дорожно будут стоить, то 100% пересядут. Ну, наверное, все-таки пока что это дешевле ездить на электричестве. А учитывая то, что у нас там строится та же самая АЭС, я думаю, цены на электрику будут дешевле. Главное теперь осталось за нашим правительством, которое бы поднаделало кучу заправок для электрокаров. И чтобы время их зарядки уменьшилось. Многие страны стимулируют граждан пересаживаться на электрокары. В Норвегии, например, предлагают щедрые субсидии. Владельцы электрокаров имеют льготы по налогам платной дороги, для них без сборов. Могут и двигаться по полосе общественного транспорта и бесплатно парковаться. Беларусь внедряет все самое лучшее. Эксперты собрали опыт стран, которые считаются лидерами в продвижении массового использования электротранспорта. Так дорожный сбор отвяжут от техосмотра. Платить пошлину за участие в дорожном движении не надо. Парковки – ура! До 1 января 2026 года будут бесплатными. Все, что предусмотрено указом, давно надо было сделать, и это делается правильно. Указ направлен больше всего на ввоз автомобилей физическими лицами, при том автомобилей, как правило, с пробегом, потому что они реально будут более доступны. До этого момента при ввозе электромобиля нужно было заплатить таможенную пошлину в 15% от стоимости. НДС при ввозе физ. лицами таких авто для личного пользования составлял 20%. В указ заложено ставки будут равны нулю. Те, кто уже стал обладателем электромобилей, смогут вернуть данный налог, но в пределах 500 базовых величин. Также указ предусматривает существенные налоговые льготы для предприятий, организаций, которые будут изготавливать электротранспорт и зарядные устройства для зарядки электромобилей. Те предприятия, которые уже имеют на балансе такие зарядные устройства, также будут освобождены от НДС. Многое уже сделано в части создания инфраструктуры. 250 заправок уже к услугам. В этом году сеть вырастет еще на 150. Указ, кстати, регламентирует выделение земельных участков для установки станций, а также освобождение от НДС, если они используются на территории Беларуси. Переход на электротранспорт очистит воздух в городах, уверены эксперты. 65% всех вредных выбросов в Республике Беларусь – это выбросы от автотранспорта, а в больших городах – это 85% всех вредных выбросов. Ну и, соответственно, нам хоть на 4-5% станет легче дышать. Подписанный указ положительно повлияет на экологию. А какими бы ни были экономические трудности, для страны вопросы экологии, безопасности и здоровья белорусов важнее всего. Да и вполне логично для государства, недра которого не богаты углеводородами, развивать альтернативную энергетику. А электричества в ближайшее время в стране будет много. Беларусь уже возводит АЭС. Так что владельцам электрокаров не придется задумываться о стоимости топлива. Олеся Высоцкая, Александр Лученок, Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова